Эти купюры на ощупь, как настоящие водяные знаки, тоже есть. Распознать в этой купюре фальшивку при беглом осмотре невозможно. Производители постарались. Сотрудники Департамента экономических расследований, которые видели немало подделок, отмечают, что тысячная купюра очень высокого качества. Официально выявлено шесть фактов распространения купюр номиналом 10 тысяч тенге. Но привлечь к ответственности преступников крайне сложно. Ведь часто подделки обнаруживают только в банке, когда их привозят из торговых точек. Между покупкой на фальшивую купюру и инкассации проходит немало времени. Согласно статическим данным, за истекший период текущего года участились факты обнаружения фальшивой купюры номиналом 10 тысяч тенге серии АА0048181. Это одной серии. Таких фактов у нас уже имеется за последние пять месяцев. Шесть фактов. В первоначальных стадиях, где-то в магазинах или торговых точках данные факты не обнаруживаются. Так как в торговых точках не имеется соответствующего оборудования по обнаружению таких фальшивых купюр. Меньше обнаружено поддельных двухтысячных и пятисот тенговых купюр. Также и мошенники подделывают тысячные банкноты. Попали в оборот в регионе и 100-долларовые фальшивки. По всем фактам зарегистрированы уголовные дела по 231 статье Уголовного кодекса изготовления, хранения, перемещения или сбыт поддельных денег. Специалисты отмечают, что фальшивомонетчики с точностью имитируют водяные знаки, цвет, рельефность, защитные нити. Поэтому отличить настоящую купюру от поддельной все сложнее. У многих они не вызывают подозрения. Сегодня сотрудники Департамента экономических расследований призывают жители области быть бдительными. Либо вам стало известно, либо обнаружили такие фальшивые купюры, можете обратиться в Департамент экономических расследований по Октябрьской области по телефону доверия 21-35-89, а также по адресу города Октябрь, улица 8 Марта, 3А. В таких случаях данные граждане будут признаны в качестве только свидетелями, а не подозреваемыми лицами. И поэтому мы, население области, просим оказать содействие нашему Департаменту по врыве данным видом правонарушения. Все крупные купюры лучше рассматривать на свет. Сразу должно насторожить отсутствие голограммы или порядкового номера. При обнаружении подделки в Департаменте экономических расследований советуют немедленно обращаться в полицию и ни в коем случае не пытаться самостоятельно разменять или сбыть банкноту. Ведь за это можно получить реальный срок. Продолжение следует...